Всем привет, друзья! Сегодня мы затронем тему родственников. Ну нет, я не психолог, не психотерапевт, я аквамен. Ну да, в какой-то степени акварастительный псих. Растение, которое мы сегодня будем рассматривать, криптокорина родственная. Она же криптокорина афинис, и на самом деле это криптокорина до боли затертое кустовое растение. В каталоге растений The Plant List датой идентификации этого растения стоит 1893 год. И в отличие от большинства аквариумных растений, подводный потенциал которых обнаруживается совершенно в недавнем времени, криптокорина афинис известна еще с середины прошлого века в аквариумных кругах. Так, по некоторой информации в Европе это растение появилось в 1938 году, согласно Якобсену, а в России в 1939 году. Однако некоторые источники, к примеру, Марк Давидович Махлин, говорят, что криптокорина афинис встречалась задолго до вышеупомянутого года. Сама криптокорина родственная, в природе населяет околоводные пространства на полуострове Малака в Малайзии. Отдельные популяции также встречаются в других частях Юго-Восточной Азии. Внешне криптокорина афинис это кустовое растение длиной до 40 сантиметров, с ланцетными или узколанцетными листьями, обычно в количестве до 25 штук. Верхняя сторона листа светло-зеленая или темно-зеленая с красноватыми прожилками. С нижней стороны листа цвет от бледно-зеленого до ядренно-красного. Все зависит от условий. Цветет. Высота цветка до 35 сантиметров. При хорошем освещении высота криптокорины родственной составляет не больше 10 сантиметров. Можно получить довольно плотный ковер из этих растений. Теперь давайте поговорим о формах криптокорины родственной. Несмотря на то, что в каталоге растений The Plant List форм и варитетов как таковых, встречающихся у криптокорины родственной нет, все-таки встречаются родственники криптокорины родственной, которые позволяют сделать вывод, что формы разнообразные. Они все-таки существуют. Во-первых, это номинальная форма, о которой я вам рассказывал раньше. Дальше. Есть криптокорина форма Афинис Браун, которую еще ошибочно называют криптокориной Стреолатой. Листья у этой криптокорины темно-коричневые, растения до 30 сантиметров в высоту. Также есть криптокорина Афинис Металлик Ред. Это форма с узкими темно-коричневыми листьями и розоватыми прожилками. Одна из самых красивых форм криптокорина Афинис. Есть еще форма криптокорина Афинис Биг, известная еще с конца 80-х годов. Она имеет внушительные размеры листьев до 50 сантиметров. Бугорчатая форма криптокорина Афинис Булатед Форм. Цвет листа от оливкового до почти черного. Очень морщинистые листья. Высотой это форма до 20 сантиметров. Также есть Афинис Розанервик, Афинис Паханк, Афинис Силангор, Афинис с идеально гладкими листьями. То есть форм на самом-то деле их превеликое множество. Теперь по поводу условий содержания. На самом деле пристальное внимание следует уделять удобрительным процедурам. И вот здесь я бы не советовал увлекаться фосфатами и нитратами. Потому что избыток этих элементов, а также резкое понижение pH воды, резкая смена температуры, да и вообще резкая смена параметров могут вызвать криптокориновую болезнь. Когда за несколько часов листья вашей криптокорины растворяются, становятся сопельками. Зато очень любят эта криптокорина внесения железа, прям радуются. Несмотря на то, что в природе она растет на почвах, богатых известняками, и даже в аквариумных условиях может держать pH до 8 градусов, сильно жестким быть не стоит. Слишком высокий pH значительно тормозит скорость роста этой красавицы. На внесение углекислоты реагирует максимально положительно, но можно содержать и вообще без CO2. Также желательно иметь заилийный грунт. Освещение от слабого до яркого. Да, в зависимости от освещения меняется окраска листьев. То есть чем круче у вас освещение, тем более насыщенные, более ядреные листья у вашей криптокорины. Размножается криптокорина афинис легко и непринужденно, образуя дочерние растения на длинных столонах. Растет также эта криптокорина и во влажной среде. Не любит сквозняков, размеры ее уменьшаются, и в надводной форме афинис выглядит вообще волшебно. Если честно, мне надводная форма нравится даже больше. А еще эта криптокорина встречается в форме Мерестем. Такая вот разная и до боли обычная криптокорина родственная. Если вы имели с ней дело, напишите пожалуйста об этом в комментариях. Ну а с вами был Аквамен, увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok